Фитнес городских улиц, воркаут, спортивная субкультура, которая продвигает тренировки на уличных площадках как бесплатную и эффективную альтернативу тренажерным залам. На турниках и брусьях можно не только подтягиваться, отжиматься и качать пресс. Творческий подход – одна из ключевых черт воркаута. Наглядно собравшимся это продемонстрировали судьи соревнований. Воркаут – это достаточно доступный вид спорта, потому что, занимаясь воркаутом, вам ничего не нужно, вам не нужен тренажерный зал, вы можете выйти на любую спортивную площадку и выполнять гимнастические упражнения, подтягивания, отжимания от пола. Также, если у вас уже позволяет уровень, вы можете выполнять какие-нибудь трюки, до которых у вас хватает сил. Первый отборочный этап турнира – атомный воркаут – по традиции провели в День России. На стадионе собралось 30 спортсменов разного возраста. Состязались в двух возрастных категориях. Первая – до 16 лет, вторая – старше 16. Проверить свои силы пришли как новички, так и участники, которые входили в тройку лучших в прошлые годы. Когда только все началось, я все три места занял, получается, в первом этапе я третий занял, во втором – второй, и вот в третьем уже первое место занял, поехал в Глазов. На следующий год я уехал в армию, после армии вернулся, там был этап, я тоже поучаствовал. Третье место занял, призы получил, был рад. Мы участвуем первый раз в таком турнире, а тут сначала это подтягивание и подтягивание в кусок. Мы уже потянулись, я хочу пять раз. Мы потянулись просто одинаково, мы участвуем первый раз, и было немного вовлетено. Количество повторений и качество выполнения – два основных критерия при оценке упражнений. До конца разгибать локти, не делать рывков, менять положение рук на перекладине только один раз. В силовом двоеборье участники сдавали подтягивания и отжимания на брусьях. Традиционно несколько этапов проходят в Сарове. Вот сегодня первый этап, 25 июня на День молодежи будет второй этап, и на День физкультурника будет завершающий этап соревнований, и затем ребята поедут в Глазов. По итогу состязания первые места взяли Альберт Кочетков и Дмитрий Чепегин. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.